Для них это еще на самом деле сюрприз, они просто не знают, что мы сейчас будем их обсуждать. Нель, я знаю, что ты сегодня рассказала одну очень интересную информацию, которая в корне все меняет и переворачивает вообще наше представление о Тигране, о его маме, в частности, об отношениях с Юлей и так далее. У меня есть такая информация, что Татьяна, правильно, мама твоя, со слов Тиграна думает, что Юля не беременна, она до сих пор не знает, что Юля беременна. Она думает, что здесь все по сценарию, так как ей Тигран это говорит. И, в принципе, вся Осетия так и думает, что здесь все по сценарию. Тиграна как бы в маму не вмешивает, хотя Татьяна, опять же, со слов одной девушки, которая тоже живет в Осетии, тебя прекрасно знает, Тигран, и ты ее знаешь. Твоя бывшая. Очень, очень добродушный человек, в принципе, не так, как Тигран нам ее выставлял. Она, в принципе, готова познакомиться и поговорить с Юлей, но Тигран сам напрочь отказывается и говорит, слушай, у нас здесь фильм, не лезь, вот, и Юля не беременна абсолютно. Интересно, что за фильм? Богатые тоже плачут? Ну, не знаю, все, что сказала Нелли, по каким-то, не знаю, все чушь. Ну, почему тогда твоя мама ни разу не созвонила с Юлей, и ты до сих пор общаешься с ней, там, по скайпу, и ни разу мама не захотела просто взять и сказать, там, Юлечке привет, или познакомиться? Ну, она не хочет. Ну, как-то странно все это, Тигран. Ну, я могу только за себя отвечать, как я могу за родителей сказать? Ну, ты ни разу даже не позвонила, может быть, сейчас вот позвонить? Нелли, ну, просто насколько достоверна эта информация, потому что наехать на Тигран-то мы сейчас можем, конечно, но вопрос в том, что неизвестно. А кто это? Можем знать, кто это? Нет, я могу тебе сказать, это девочка, которая с тобой танцевала в ансамбле, Инга, ты прекрасно ее знаешь. Знаю, да. Знаешь. Она не ходила на экскурсию. Она работала с твоей мамой, ты тоже это знаешь. Не помню. Подожди, это она все разнесла или что-нибудь? Ну, она рассказала, да, эту информацию. Что касается лично моих родителей, да, они старше меня, они мудрее меня, и они меня учили. Уж точно я их никак не могу учить и им как-то доказывать, и втирать, с кем общаться, а с кем не общаться, а тем более с Юлей. Юля – это мой выбор, и они мне только... Юля – твой выбор, а почему тогда ты едешь сейчас на свадьбу к другу и не берешь с собой Юлю? А это уже под другим соображением. А по каким, прости? Девушка от тебя ребенка ждет. По каким другим соображением? Ты теперь ее прятать в мешке будешь, что ли, целыми днями? Я объясняю, я еду туда не просто тупо на свадьбу и тупо сидеть за столом, как приглашенный. Я еду туда быть дружком. У моего кента, у моего близкого свадьба. Я там буду дружком, я там будет мальчишник. Ты изначально ее хотел с собой взять? Изначально, да, изначально я ее хотел с собой взять. Боже, если бы мне такое сказали, убила вообще, что ты несешь, Тигран? Я объясняю, я еду туда на мальчишник, у меня везде не будет. А, мальчишник, у меня там веселуха, куда моей беременной жене туда тащиться? А почему в это время Юля не может пообщаться, как раз и наладить все вопросы с твоей мамой, пока ты будешь дружком и на мальчишнике отвисать? Я зачем, Ксюш, зачем я должен заставлять кого-то с кем-то общаться? Я вот не понимаю. А может быть пора твоей маме узнать, что Юля действительно беременна, что у нас тут не сценарий, что это правда? Это, Ксюш, может она сама решить? Пора или нет? Ксюш, мне кажется, ей само надо решать, пора или нет. Я уж точно туда лазить не буду. Тигран, а дай мне номер твоей мамы, я сейчас позвоню ей. Нет. Опа. А-а-а. Все, я могу объяснить. А, да, объясни. В смысле, я пришел на проект, они родители мои, я не хочу впутывать их сюда. Хорошо, Юль, давай услышим твое мнение на сей счет. Ты что думаешь по этому поводу? Ты опять расстроилась? То какие-то клубы с телками, то мама, оказывается, не все знает, оказывается, тут Тигран, какие-то слухи, что он там врет. То действительно была такая, допустим, тема. Мы вчера, когда ездили на обследование, Тигран просто мне сказал, что он решил, что я никуда с ним не еду. И когда я спросила, почему? Ну, а куда тебя денешь? Я буду там бухать с друзьями, там, это самое. Ну, а что, а что, ты будешь сидеть? Я просто не хочу прийти на свадьбу, уйти в 11 часов, потому что ты захочешь спать. Я хочу нормально оторваться. Я говорю, ну, отлично. Я не знаю, что делать. Я устала уже, села на голову, ноги свесила. Я уже не говорю о том, что даже коту кусок хлеба жалко дать ему. Мы тратим деньги на твоего кота. Ой, сколько денег на кота уходит. Это бред уже, Ксюш. Я не знаю, что делать. Можно договорить? Можно мне договорить? Ну, ну. Ты что, Юля, еще раз ты меня ударишь, я не знаю сейчас, что с тобой сделаю. Еще раз ты руку поднимешь, ты что, охамела уже? Ты охамела, что ли, Юля? Тигран руку убрал. За руками следи, за языком своей. Ну, набери на Тигран. Да, Юля, это, Нель, не ори. Да распустился просто. Что она сейчас сделает, Катя? А ты жошь. Помоги, пожалуйста. Она ничего не сбила, чтобы она его била? Это жесть. Оборзела. Я сказал, значит, так не надо, чтобы ты поехала. Ты меня должна слушать, потому что я мужик. А не чтобы вся поляна мне говорила, как тебя брать или нет. Тогда как мужик скажи, что это тебе не выгодно, чтобы твоя мама знакомилась с Юлей. Я объяснил, я поеду к другу, я буду там сидеть. Мне не будет, вот честно, не даю ли. Я хочу, чтобы она беременная сидела дома, чтобы не видела, как я там буду гулять. Мальчишники, пьяный. Вы либо любите друг друга, и у вас все происходит вместе, либо вы просто существуете ради проекта, ради твоих вымышленных сценариев, и поэтому у вас все происходит отдельно. Когда надо, Юля тебе нужна, и она твоя вторая половина, а когда не надо, ее можно, как, знаешь, третий том «Войны и мир» отодвинуть на заднюю полку. Ну, просто не надо. Ксюша, я так никогда не идти. Там будет мальчишник, я буду веселиться, ни к чему беременной женщине там находиться. Какой-то, знаешь, такой, ну, пф, тут же он. И что? А это может быть правда? Да, Юля, хочешь, считай так, что это правда. Ты сейчас маме своей вливаешь, что это тут какой-то спектакль. Юля, я тебе еще раз говорю, раз ты выбрала меня, раз ты полюбила меня, кавказского мужчину, значит, я буду, Юля, здесь, хозяевать. Кавказские мужчины так себя не ведут. Послушай меня, пожалуй, я говорю, послушай меня. У кавказских мужчин женщины в золоте ходят. А они сидят и молчат, сука! Они не говорят, чтобы вот этот всякий рот разбалтался. Они на телефон попрашивают бабки по три дня. Ты меня не слышишь, Юля? Нет, не слышал. Они рот свой не открывают. Потому что у них рот забит золотом, понимаешь? Их одевают. Юля, каким золотом? Что ты, сука, сделала, чтобы ты золотом забита был рот у тебя? Да я для тебя все делаю, ты неблагодарная, сука. Посмотри, посмотри, сука, иди сюда, вывела, сука, меня. Посмотри, что это, сука, я тебя сегодня бездень заставлял полы помыть. Что это, Юля, посмотри, что это? Взял бы самый помой. Иди сюда, иди сюда, что это? Какое золото к черту, какое, сука, посмотри, Юля, иди сюда, посмотри, посмотри, что это? Чего ты на меня наезжаешь? Иди сюда, иди сюда, что это, Юля? Что это, скажи мне? Хренел. Ты все уберешь, еще полы помоешь, я тебе сказал Вот, сосни Что ты сказала? Все обидно Что ты сказала? Я тебе по губам дам, еще расскажешь Идиот, руки на меня не распускай, козел Еще раз, сука Руки на меня не распускай, и так мне уже много боли Рот закрой, сука Рот закрой Задолбал, придурок Рот закрой Неблагодарная Все тебе мало, все мало Придурок Да успокойся, я тебе говорю Что ты все уберешь? Дина Что ты сказала? Ты охренел, я не буду Успокойся, за языком следи, Юля Придурок Ты мне не только подчешь Успокойся, ты что? Успокойся Успокойся Какой ты гибал Да линей, заменять, козел Ты что тебе сделать? Успокойся, Юля Пошел вон Успокойся Болеть сюда Успокойся 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 Мерзкий Вместе со своей мамочкой Успокойся Все нормально Не верить, что правда Что неправда Судя по реакции Это все правда Знаешь Надо маме позвонить Не хочу Я звоню Я звоню Мамке Юля, а что ты такого Сливала на его мать Что он так привела В эту побежь Я ему говорю Что ты меня уже достал Я не знаю Верить тебе Не верить Вали нафиг Со своей мамой И все Тебе надо было Сначала позвонить Что ты хотела Я не хочу Хочу уже ничего Ну ладно Ну как не хочу Юля, нужно все равно Это ясно снести Тебе надо, конечно Ты не гадеба Вот это все Я раскидала Ты будешь завтра Это все Мало ли что Он говорит Ты же со мной Хотела точку поставить Сейчас опять Многоторючки Дали по лицу Да, длину Вы беседы Что он Подписывается И меня толкает Я все Я на него кину По ордену Давала ему Оба дураки Я тоже не хочу Быть такой дурой Который лапшу вешает Вешает килограмм Я и сижу Молчу Он сейчас даст Мне после всего Позвонить его маме Он сейчас позвонит Маме Расскажет Какая я змея Конченная Его мама Меня пошлет Просто красиво Вот и все А ты позвони Просто И скажи Нет, это не так Пошлет Он уже пошлет Это уже все Дело вывод Это человек Должен для тебя Тогда исчезнуть И поверь мне Придет время Когда она сама К тебе прибежит Чтобы увидеть Своего внучка Или внучку И ты уже Будешь командовать Парадом Тебе сейчас Однозначно нужно Как бы себе Не хотелось Тебе нужно Поговорить Пришло время Уже Ты просто Прекращаешь Вот этими побоями Правда Потому что он Видишь Ненормальный Он тебя Он тебя реально Изобьет И что потом Понимаешь Камера камерами А у него крышу-то Сносит Сейчас посиди у Кати И сегодня Может быть Даже стоит Переночевать Не знаю У вас Да я в кафе Буду спать Нет Еще Мы тебе Коробочку Постили Вот Но маме Надо позвонить Сегодня уже поздно Наверное Да ну что До меня дошли слухи Что Вы думаете Что здесь все Спектакль И на самом деле У меня нет беременности И как бы Ну что Это все фарс И на самом деле Что Это все кино В котором играет Тигран Это правда? До недавних пор Да мы так думали А Ну А ну ты Миша Это же чьи-то подачи? Ну Просто Как бы Просочилось Миша Это же чьи-то подачи Это все было сказано В смысле Нет Просто просочилось Озвучили информацию Просто звоню вам Чтобы сказать Что От ведущих От ведущих Подняли на лобном Подняли на лобном Ведущими никто Общался Нет Просто что Якобы Инга Девушка Которая Ну как бы С Моздока Вас знает Да Вас знает Да Она приходила к нам На экскурсию С Тиграном И как бы Такая доброжелательная девочка И потом ей дала Как бы номер Телефона Нелли Она у нее Я так понимаю Делала ногти И она сказала Что на самом деле Вы Как бы Тигран вас убеждает Что здесь все спектакль На самом деле Беременности нет Это все Ну как бы Он типа играет в фильме И за это получает Там 90 тысяч Вот так она сказала И это как бы Сегодня подняли на лоб Тигран очень разнервничался Мы с ним Очередной раз Поругались Я просто звоню Чтобы сказать Что действительно Беременность есть И это все правда Вот что Я не знаю Кто там Может быть Инга Там хочет Кого-то поставить Вот И Ну как бы То что хочет Инга Я не знаю Она непростая девушка Я не знаю Для чего ей это надо Но я с ней даже словом Не обмолвилась Ну в любом случае По этому поводу Мы с ней как-то не общались Я поэтому вам и звоню Чтобы как бы Знать достоверную информацию Простите за поздний звонок И еще один такой вопрос Действительно ли вы меня так ненавидите И не хотите со мной общаться Ну общаться нет Юля А как ты хочешь Что мы с тобой общались Мы ничего еще смотрим Хорошего не услышали И в адрес Тиграна тоже Потому что он никакой Мы слышим каждый день Зачем тогда он тебе нужен Мы так и не можем понять Люблю его Таким вот Какой он есть Нет Ну когда человека любят Так не обзывают Понимаешь Слушать невозможно У нас у меня такого нет Чтобы мы какие-то вообще слова называли Не знаю Ну может быть есть у меня Такая какая-то вина Что там обзываю Не обзываю Но в любом случае Ну вы считаете Что он как бы Но ты даже видишь Что мы с тобой не хотим общаться Ты продолжаешь Так же себя вести Так же у тебя У тебя речь Вообще Очень Мягко говоря Нехорошая Ну Как бы Вы понимаете Какие-то негативные эмоции Простите меня Пожалуйста Я больше не потревожу Всего доброго Такая свирепая Да видно Что накручена Родители Господи Все ругаются И вот так вот сейчас Не слышно было Что она мандражирует Ну конечно Мандражирует Она думала Что это там кто-то Не кто-то Кто-то там Из соседней улицы Хотя кот Московский Вообще просто Я не понимаю А что он плохого сделал Он что тебя бросил Юля Это семья такая Реально Я не знаю Как отец относится К матери И что она ему прощает Лучше уж бросить Чем вот так Что он плохого сделал Совсем ничего Ой Самое главное Я услышала Что они не хотят Со мной общаться Это правда И что такие слухи были А сейчас она может Он уже ей позвонил Или написал И сейчас она будет Гнать на эту Ингу А Инга может быть Так и правду сказала Ну конечно Ей тоже не хочется Если это правда Если это правда И эта девочка сказала правду Ну как бы Любой человек Не скажет что Да это правда Да мой сын лох Мой сын врет Естественно она будет защищать его До последнего вздоха То что она так нервничает Уже говорит о том Что Это все Там все до кучи Я думала Что по другому будет все Но сейчас просто Еще такой момент Все накручены Он им названил Как всегда Наплакал полные штаны Не хочу больше С ним жить Не хочу Ни к чему хорошему Этого не приведет Ключ дай мне пожалуйста Слышь нет А Я позвонила Твоей маме Поздравляю Дай ключ Хочешь узнать Что я тебе уже сказал И что нет Ну и она Во-первых Действительно не хочет Со мной общаться Она знает Все хочет Сказала что До недавнего времени Практически до недавнего времени Она думала что это фильм Что? Что это все Ну как бы сценарий А что это фильм? Ну да До недавнего времени Не я очень Легко с ней разговаривала Говорю Типа Вы простите Что я вас отвлекаю Ночью там все Что столько времени Не звонила Вот И она сказала Что я действительно Не имею желания С тобой общаться Что ты такая Секая Там Мой сын делает все правильно И ты все делаешь неправильно Вот так она сказала Я говорю Ну извините Я не с тобой разговариваю Я говорю Извините Что побеспокоена Я просто звоню Сказать Что не по сценарию Что действительно Юль Дай мне ключ Пожалуйста Есть Вот Ну я как бы сказала Как мы говорили Юль Не собирай Подождите Малыш Ну и что Дай мне ключ От моей квартиры Юль Ты там уже не живешь Дай мне ключ От моей квартиры Ты меня не слышишь В общем Юль Или сейчас Ты мне дашь ключ Или я взломаю Эту дверь Сейчас Ты бухал Что бы Не понял Дай мне ключ Или я сейчас Взломаю дверь Юль Ты меня не слышишь Может из себя строить Героя Ты меня слышишь Дай мне ключ В мою квартиру Или я сейчас Взлетаю Взлетаю Ты уже стенку разбил Я пока На данный момент Там живу Что будет дальше, мы не знаем. Ломать дверь, потом тебя отымеют еще побольше, чем застегнут. Меня никто не отымеет. Отымеет тебя. Сейчас не имел, они сейчас не отымеют. Юля, это все последнее твое слово? Ты или мне даешь ключ, Юля, или я ломаю дверь. Ты меня слышишь? Листой, но душой. Ты мне не даешь ключ. Мы с тобой уже не живыми. Юля, ты мне или даешь ключ, или я ломаю дверь. Ты меня не слышишь? Я тебе по губам им еще раз скажу. Ты только умеешь, что мне по губам давать. Ты мужику какому-нибудь дай по губам. Трусливый пес. Ты только имеешь смелость. Фу, мерзкий. Отдай одеяло, я уйду. Никуда не пойдешь. Отдай одеяло, я уйду спать. Я не собираюсь с тобой спать. Отдай мне одеяло хотя бы. Одеяло дай мне. Вот, возьми туда, куда ты идешь с одеяло. Ты спишь со своими вшивыми одеялами. Это мое постельное белье и мое одеяло. Отдай мне, пожалуйста, его хотя бы накрыться. Дай, пожалуйста, одеяло. Если ты такой мать, что ты не можешь даже одеяло мне отдать, я не собираюсь с тобой спать. Выгонять я тоже тебя не собираюсь. Отдай мне, пожалуйста, одеяло. Вот куда ты хочешь, иди там, иди, бери одеяло. Ты хочешь меня довезти, получить, что ли, или как? Иди туда спать, куда ты хочешь спать. Не можешь спать в коробке. Одеяло хотя бы отдай. Я не буду где спать. Я буду спать там, где я буду спать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...